сегодняшний момент дела но как последнее мы одно дело пропустили уж нас его просто нет это дело для детей и он дается по-моему тайна пропавшего суриката видим где мы искали Тимона это конечно забавно но пока дела нету мы приходим к последнему делу третье из связанных дел серии Дикий Запад Торнадо Таун округ Сан-Мигель Нью-Мексико 30 сентября 1889 год Уолтер Джонсон эй где шериф кто-нибудь видел шерифа а мэра поделиться луну ну чё вы раскричались мистер Джонсон что у вас произошло я был на кладбище на могиле Хелен хотят принести ей букетик цветов а её могила осквернена могила Хелен осквернена? да и несколько других тоже погодите Уолтер успокойтесь я уверен мы разберемся что к чему а что могильщик он в курсе? могильщик прости господи я постучал в его мастерскую но мне никуда не открыл а на ручке двери вообще была кровь я приоткрыл дверь но зайти вновь не решился сядьте выпейте Уолтер эй вы чего встали как вкопаны найдите шерифа ну окей мне кажется из-за перемешивания картинка немножко скачет кажется что они не слегка анимированы а не что еще? ну когда мешаешь тянут картинка немножко влево-право шевелятся и кажется что она слегка изменяется замешал максимал хорошо входи тогда Спасибо. 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 Показания Кирика Джонсона. Мой прапрадедушка решил построить здесь город, потому что нашел в этих землях золотой самородок. Он расплавил его и сделал кольцо, которое передавалось с поколения в поколение, пока не пропало 12 лет назад. Ты считаешь, что это будет полезно? Я считаю, что да. Окей. Есть в мастерской магильщика, если что. Кое-что. У меня есть немножко про навеститель Люси. Есть про что-то, что пропало вчера. И про руки и сейчас в Европе. Что тебя больше интересует? Так, а первое что еще раз было? Первое было навестить Люси. Ну, и про Люси у вас ничего нету. Про руки в полной Европе тоже не очень интересно. Давай второе. Ладно. Второе, я, пожалуй, сброшу. Ну, как бы запомнишь, что пропало вчера, как бы там важной термоции не так много. По-моему, это не так должно было работать. Ну, в мастерской окровавленная лопата. Ну, почему она окровавленная? Почему не тем концом окровавленная? Вот что интересно. В смысле, не тем. Ну, когда ты так уж лопаты, ты обычно бьешь не черенком. Ты обычно бьешь более тяжелые, более острые части. Ну, а кто сказал, что я кого-то бьешь? Ну, через чего бы ей быть окровавленной? От мозоли как бы это надо очень-очень постараться, чтобы лопата крепкалась. Ну, давай посмотрим правде от глаза, там посмотрите, сколько могил скопаны. Я думаю, они очень сильно постарались. Понятно, ты считаешь, что все эти могилы скопаны? Плюс, если... Ну, подожди, не. Они все не могут быть скопаны, потому что иначе слишком много должно быть... Э-э-э-это... Ну, вот... Земли. Ладно, давай разберемся. Ну, явно, что-то не просто так лопата коварина. Окей, ну, как бы за одну ночь одной лопатой, ну, как бы... Рубер. Хорошо. это-то я покажу тебе информацию немножко, возможно нет, но вот я могила Дарлин, Дарлин Джонсон, у меня прапрадедушка основателя которые явно вряд ли руки вот так вот лежали ну не знаю может мне кажется она умерла буквально три года назад ну по слову да есть информация про одного человечка, интересует? я не знаю что это человек, мне может интересоваться информация если я не знаю кто это ладно давай так вот Джесси Вуд подал заявку на место могильщика спустя пару дней после смерти Билла Биггинса окружение его кто-то уже опередил ну к слову а Билли Биггинси и Люси смертельное падение вчера умер Билли Биггинс он ехал навестить свою дочь Люси но упал с лошади падение оказалось смертельным чтобы это была важная информация но просто они так и связываются вообще мимо мне кажется ну просто вдруг будет информация кто убил Билла Биггинса мы знаем потому что они не связываются с лошади а можно было просто выбросить мне не нравится что Джесси до сих пор зарабатывает на жизнь попрошенничество если не пытался решить свои проблемы пройдя на преступление окей ладно чтобы я не показывал карту не буду показывать у меня есть информация о могиле Рональда но я тебе не покажу так доктор Льюис и лесопилка доктор Льюис и лесопилка окей Джонсоны и рабовладение Джонсоны и рабовладение кто-то там сказал в смысле что я что-то там сказал Джонсоны и что-то еще там обовладение да ммм ммм а ну не знаю может кто-то будет полезно ну не знаю это что 12 лет и 12 лет это подозрительно ну действительно может быть подозрительно из того что я тебе хорошо давай я тебе покажу что по тексту в сентябре сколько 30 месяцев январь февраль маль июнь июль август сентябрь 30 да а че ты я же старался я считал а ты просто открыл календарь ага не спортивный ты это что мы знаем про Люси Люси дочь а это важно ок показания Люси Биггинс последние месяцы перед смертью отец часто говорил мне что когда его не станет самая старшая из семьи Джонсонов поможет мне я никогда не понимала что она имеет ввиду кто знает может это имеет какое-то отношение к делу это имеет отношение учитывая что Биггинс был гробовщиком все закрывал самая старшая из семьи Джонсона это была жена прапрадедушки Эрика Джонсона у которой было кольцо и самородка естественно поможет с ним будет вскрыть ее могилу и достать кольцо я считаю есть какая-то вот эта подзывительная как-то господин могильщик время пришло все уже утихло последний день месяца я приеду в город за посылкой одной из Джонсона не переживайте свою долю вы получите а кто у нас могильщика претендовал Джесси Вуд а кто ты его опередил кто его опередил какой-то незнакомый с входом которые явно какие-то хорошо мне кто-то что у нее там это стул а за стулом непонятно что да какие-то ключи где здесь ну ключи стул записка скрытое письмо свечка и непонятно что да кто-то еще неизвестный у нас есть третий хорошо я думаю кабинет шерифа окно с видом на запад нам не нужно как ты считаешь ну если там ничего подозрительного нету то скорее всего ну может и есть но я так нет не вижу ну тогда пока запомни кто-нибудь интересное там иваки так сейчас мой ход да ну Что там стучишь? Изолентой И кстати Дарлин Это девушка Да ладно Я ему удивил Ну я ничего не подумал, что это Джентльмен Ну по-моему Мэрлин Дарлин Рисунок тебя не смутил А что не так с рисунком? Я не так часто вижу покойников Даже понимаешь, что я не так часто вижу покойников Но на мужчину он вообще не тянет И давай Ладно, вот эту карту Указание владельца луна Вот Тоже Вам тоже нужен могильщик Не знал, что он настолько популярен Какой-то незнакомец тоже искал его Когда он узнал, что произошел на кладбище И что могильщик исчез, он разослился и ушел Куча людей было в курсе Того, что происходит Ладно, у меня есть Какой-то незнакомец У меня есть немножко информация, конечно, о незнакомце Человек явно не местный Ну, нет, я считаю, что это Витя У меня его показала фотография в салуне Ну, как бы, ну В салуне что может Ну, где там, когда не обладает салуна Но, не Ничего такого Скину Так Так Спорил И хлопнул дверью Окей Вот это уже интересно Потому что Мастерская могильщика Записная книжка Билла Биггинса была И там был плакат, где кто-то разыскивается У меня есть немножко информация об этом Потому что я только что сбросил Ну Потом постараюсь Не забыть Что там было указано Ну, мне, по крайней мере, как напоминание Можно быть кое о чем рассказать Ну, странно, да? Что у кровьщика В книжке еще какой-то плакат на разыскивание Причем, плакат Судя по всему, достаточно старый Ну То, что на заднем фоне указано Пока не понять Отчета Мне кажется, задний Задний план нас интересует У меня есть предвыборный плакат У меня есть могила Джулетт Так Предвыборный плакат Я отправляю нафиг Окей Ничего нету Могилу Джулетт Я, пожалуй Забавно Что это с ними случилось? Что-то интересное Окей На могилу Джулетт Я, пожалуй, откину Кино Ну, это уже занятно Внутри есть Вчера прибыла почта За весь месяц Впрочем, на задержке построим Магрис на падение Думаю, что может быть Чем-то важным Она прибыла вчера Мне кажется, это подозрительно Вчера прибыла почта И у нас уже сегодня Есть незнакомец Ладно Давай скажу, что Переполох И Санта-Фе Немножко про Санта-Фе Мы слышали в прошлых делах Вот, собственно, Переполох И Санта-Фе Могильщик Рамилес Это явно интересно Только который из двух? Ну, у нас наш Могильщик умер Или его убили И после этого Кто-то претендовал На его место Джесси Вуд Да А, ну, вместо него, видимо, Рамирес Окей Но кто-то еще спрашивал Окей Ну, ты решил не говорить информацию Рамирес Окей Вам тоже нужен Мы про Могильщика спрашивали Что нужен Как бы Могильщик Самый А Могильщика нет Хорошо Давай я скину карту про руки И сейчас в Европе Руки в полной Европе Так Дискредитировать Эрика Так, я заполняю на эту информацию Могилу Элизабет Я тоже скину Мне одного Не могила приходит Нет, вот мне тоже Могила Хеллин пришла Все Можешь скидать нечего Так Ну, у меня почему-то Мне кажется, что Такие Ни чемные как-то Остались По-моему Так, поэтому Ну, наверное, что С Могилы Хеллин Я не вижу Тут ничего То, наверное, могло бы Главное На года Обрати внимание Потом расскажешь Я думаю Что-то связано Так Ты Я Я Окей Ну У меня две информации На самом деле Связаны с доктором Льюисом У меня еще одна Окей Смотрим У меня есть в кабинете Доктора Льюиса Список пациентов У меня есть информация Про доктора Льюису Что Едва Дышала и ходила Дьявол Ладно Я считаю, что это не так важно Мне кажется Список пациентов Важен Окей Действительно Так Так Вот это я Так Мэгом И Могиле Че? Ну тут Тут на самом деле Из этих слов Непонятно О чем суть Я просто Выполню эту карту И скину Окей Ну давайте я покажу Такую карту Про список Знаете Именно такое Мы знаем Что-то как минимум Двое Джонсонов было Роберт Доректи По-моему Это этот был Либо сын владельца магазина Либо все еще Молодец магазин Ну да Ну да Доктор был Да Так Ну у меня Сформация Наверное Не По поводу доктора Ну то есть Доктор И Обвинение Ну и сразу Я ее сбрасываю Сразу говорю Короче Доктор Пришел сюда Потому что Его обвиняли В колдовстве Хотя весомых Доказательств Не было Неудивительно Да У меня есть подтверждение Местные жители Говорили Что к нему Девушка пришла На прием Вся больная Еле-еле А пришла Такая на собственных Ногах Уж не дьявол Лен Потом было Что вот Эрик Собирается Естественно На выборы Хотя он Не может быть Мой Потому что Одной ногой В могиле Ему 70 лет Так Что еще было Вот что мне Показалось странным По поводу годов На могиле Что ты запомнил Ну 74 год был Последний Там 12-74 Уж у меня было Две могилы Вскрыты Там было 84 И 87 Или 88 Годы Что меня удивило И еще Две могилы По-моему были пустые Там уже были Чуть более поздние По-моему Одна более ранее 1888 Или 78 88 Причем Джулиет Она лежала Там вся уже Такая Богато украшенная Не знаю Почему я выбрал Именно Дарлин Она мне первая Из могил Которая попалась Нашла выделить Посмотреть на Джулиет Джулиет Была уже С украшениями Кто такая Джулиет Ну видимо Одна из Джонсонов Вот такая Харин Где она живет Так Что еще было Какие там карты Крил Ха-ха А По поводу Разыскивается Плакат Тут не жулежен Но все-таки По пометке Наглядя Оставляю Да Давай В салоне Подобный плакат Разыскивается И разыскивается Он за Разбой И гребеж Как раз Вот в Санта-Фе Если помнишь В прошлом деле Шериф Из города Приехал Как раз Расследовать И искать Бандита Из Санта-Фе И тут внезапно Вот он разыскивается Странно По поводу доктора Еще говорят Что он Какой-то странный Замечал Одна из Пациенток Когда левиз он лечил Что Как-то он Перед тем Как прийти к осмотру Он зачем-то Помыл руки Хотя у него Руки и так Были чистыми Но он сказал Что в Европе Все это давно делают Что еще раз делают Моют руки А все в Европе Моют руки Да То есть Доктор перед осмотром Хотя у него были чистые руки Зачем ты их помыл Ну Лучше еще раз Их помыть Как бы Мне кажется Это нормально Для доктора В наше время Да А тогда это могло Быть в новинку Ухлопить в новинку Но это все равно Было бы нормально Ну Так А я помню Значит Какой-то человек Пришел Дня три По-моему Назад Это было Что пришел К Господи Гробовщику Угался с ним Разреленный Вышел Хлопнул дверь И ушел Из этих Проклятиях Ну или как сказать Ну типа Клинять человека Почему Какой-то человек Вшел К К Я уже ожидал Что скажешь Вышел Хлопнув дверь Где-то я это уже слышал Вот Но Наш Местный житель Не смог Ну не увидел Льца Человечка А еще Было Что У одного Жителя Мнение Что все Вот это Вот Чтобы Дискредитировать Джонсонов Перед выборами Хорошо Главный вопрос Двенадцать лет назад Это какой год? Двенадцать лет назад Семьдесят седьмой По сути А про ту могилу Которую ты говоришь Она была вскрыта Нормальная Это которая у меня Был Там был Потому что Если кольцо Попало Двенадцать лет назад То вполне вероятно Кого-то Двенадцать лет назад Похоронили И похоронили его Вместе с этим кольцом Там был Семьдесят Четвертый По-моему Если Не ошибаюсь Там был Семьдесят Четвертый Я сравнивал С двенадцать Я точно помню Что там В двенадцать Не вкладывается Вопрос Почему так много Людей знают Об этом Хотя Ты межместная Легенда Чем О чем О кольце Из золотого Самородка Это же История Человек Который Основал Город Хорошо Это главный вопрос Почему на лопатии Кравь Так Ну И кровь лято Мы знаем Что на ручке Была кровь И на лопате Была кровь И на лопате Кровь На руках Просто Есть подозрение Что человек Когда копал Он мог В принципе Руки повредить И когда Вскрывал Гроб Нет я не видел Прям уже Не самый свежий Крови уже особо Не было Надо какой-то Очень свежий Кравь Скрывать Чтобы кровь Повредить Ну либо На термозоре Да Действительно Прям до крови Начина Ну смотри Ему в течении Ночи Надо было Все вскопать То есть А один Леон Было Несколько Хотя Лопата Одна Лопата Одна Причем Смотри Как он Целевизованный Он все вскопал И лопату Поставил обратно Но он определенно Заходил К этому К могильщику В мастерскую Могильщику Может это и был Могильщик Возможно То есть Ну что там Про магильщика Знаешь В смысле Про кабинет Ну нет Ты что-то там Про фамилию Какую-то говорил Розарио Про Марио А да Шесть месяцев Назад Когда гробовщик Наш умер Он На его место Вот пришел Вот этот гробовщик Про нем Ну Тут Продаватель Показаний Сказал Что он На нем Особо Не знаком С ним И Собо Тут Больше Там Помню Ничего Не Буду Так Непонятно Так Ну что мы Делаем Что Доктор Не виновен Давай Начнем Отвечать На вопросы И опять Построим Теорию Отвечаем На вопросы Это неспортивно Это неспортивно Но неплохо Получается Открывай посылка Вот Письмо Так У нас Кстати Что получается В итоге Хотя Слушай Письмо Могло быть От товарища Который Сплаката На последний День месяца Это Он 30 сентября Между прочим Последний День месяца Да Да Вот я О том же Он Должен был Приехать Как раз Сегодня Но Сегодня Получается Уже Что-то Случилось И вот Незнакомец Спрашивал Нужен был Могильщик Я сейчас Раз Разлился И ушел Возможно Могильщик Не устроил Его доля Ну Либо Куты еще Узнал об этом Уже Например Доктор Часто Проверил Товарища Джонсонов Я не думаю Что Джонсон Джонсон Замешан В этом Деле Джонсон Явно Замешан В этом Деле Кольцо Их Ну Не Как сказать Они тут Скажем так Пассивно Замешаны Я бы так Активно Они бы Сами Вмешиваться Явно Не собирались Могилы Скорее всего Вскрыты Были Именно В надежде Найти Кольцо Я думаю Что Как-то Так Ради Одного Кольца Другой 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 Ну Как бы Золотое Кольцо Я не думаю Что Стоит Дешево Что У них рядом Есть заброшенная Шахта В которой Полно Золота Входи А кто Знает Что там Золото А Ну Хотя Нет Входи А кто Знает Что там Золото Учитывая Что у нас Мы раскрыли Дело Где-то Информация Об этом Передали Подожди Я только Что Осознал Знаешь В чем Прикол Сейчас К нам Присоединиться Главное Решало Да У нас Решил Присоединиться Золото Не Золото Просто Я Понял У нас Получается Что После Взрыва Шахты Второго У нас Было Написано Что Закрытой Шахтой Навсегда Но Наш Персонаж За которого Мы исследовали Шахту Он Проник В шахту Тут уже Непорядок Если шахта Была Навсегда Закрыта Как он В нее Проник Да Ну Камон Как ее Изначально Сделали Раскопали Ты все Непорождение Уже Пропустил Да Ты В некоторое Время Уже С нами Пацан Наконец Присоединился Вот Когда Я Говорил Ко Насчет Выкопать Могилу Чтобы Взять Золотое Кольцо Да Ну Изи Ну Просто Смотри А если Выкопать Одну Могилу Да Окей А вскрыть Четыре Могилы За одну Ночь Вроде Одного Кольца Ну Смотри Что за Кольцо Золотое Если Кто-то Знал Что Оно Есть И Поэтому Копали Я Бо Понял А так Что Его Искали Где-то Видимо Знали Что Он Есть Хрен Знает Смотри У нас Есть Лопата Кровавленая И Ручка На Дверь Я Бо Не Стал Копать Четыре Могилы Чтобы Найти Одно Кольцо Я Бо Выяснил В каком Могиле Оно Находится И Потом Копал Стал Сбросил Несколько Могил Достаточно Непонятно Была Джулиет Джонсон Которая Все Была Красивая В 84 Году Умерла Уже Всякими Прошьи Бирюликами И прочими Роберт Джонсон Был Роберт Джонсон Нераскопанная Могила И Кота Еще Была Тоже Нераскопанная Могила Нет Я обратил Внимание Что в тех Могил Которые У меня Были В 84 В 86 И по-моему В 88 Или В 89 Не Был В 84 Да В 89 Разыскивается И на ней Чувак В шляпе И бандане Да Это Разыскивается Бандит Из Сантафе Который Был в прошлом Деле Проездом За гребеж А смысл Такого Фоторобота Ну Не стреляйте В пианисту Он же так же Скорее всего В большинстве Мест ходит А ну Кстати В Салуне Откуда Было снято Там на столе Лежала Похожая шляпа Она похожа Шляпа Мне кажется На Диком Западе Могла быть У каждого Второго Ну да Бандана Тоже Так Ну Судя по всему Кто-то Спешил Стать Могильщиком После того Предыдущий Могильщик Погиб Джесси Силп Ну смотри Вот 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 На эту Посмотри Он не успел Потому что Кто-то Был еще Быстрее Потому что Первый Могильщик Он явно Знал Что-то Про кольцо И он Передает Информацию Своей Дочери Самая Старшая Из Семьи Джонсона А Самая Старшая Надо бы Смотреть На год Год рождения Конечно Жена Я смотрел На год Смерти Год рождения Не обратил Внимание Моя Помаха Ну что Переходим К ответам На вопросы Сейчас Подожди Подожди Мы Старства Ввели Да В суть Мы ему не Сказали Что мы Попустили Кто-то Выкопал Могилы Для того Чтобы Найти В могиле Самой Старшей Какой Какой-то Ценный Предмет Потому Что Его Кто-то Для Этого Нанял Судя По 25 Записке А потом Кто-то Выкопал Смылся Да Притом Бандит Вернее Человек Который Приехал Он Был В городе И Возмутился Отсутствием Могильщика А Могильщика Нету Это Подозрительно Посмотри Так Что У нас Так Ну На место Попала На место Могильщика Попал Не помню Как его Звали Ну Еще Один Другой Человек Шесть Месяцев Зат Примерно Фарфаэлло Ферреро Розалио Ферреро Феррарио На 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 Р Окей Ну Я не помню То есть Так Ладно Давайте Отвечать Давайте Отвечать На вопрос Ты циферки Прорисовал Нет Можем Отвечать На вопрос Если Нет Циферок А Подожди Кто Могильщик Кто Кто Р Я думаю Какой-то Это Розарио Феррарио Вторая Карта Была У Миши Он Если Услышу Я Скажу Ладно Короче Я Примерно Что Произошло Рассказ Больше Не осталось Кто Оскорнил Могилы Люси Биггинс Джесси Вуд Доктор Льюис Или Кто-то Другой Доктор Вуд Одесси Вуд Подал Заявку На место Но Его Кто-то Опередил Да Кто-то Опередил И он Решил Действовать На пропалую И выкопал Четыре Могилы Раза Слушай Нет Подвал Заявку Спустя Пусть опросили Полгода Назад Между прочим Потому что Умер в марте 89-го года 19-го марта Кстати Слушай А сейчас Идет сентябрь Полгода Полгода Прошло Есть такое Ощущение Что Билл Биггинс Он уже Еще при жизни Назначил Ну как А еще Мне Что он Не мог Сам упасть С лошади Ему кто-то Помог Что если Кровь На самом деле Кровь Девушки Потому что Девушки Не умеют Копать И поэтому Как бы Он не умеет Крывать Вся кровь И это Как бы Нежные руки И прочее Смазолило В кровь Ну да Потому что Мужики Вряд ли От копания Четырех могил Даже трех Они бы В кровь Так это Он должен быть Уже Руки Короче Должны быть В крови Чтобы это Хорошо А чего тогда То есть Доктор Льюис Ну Доктор Льюис Мог бы Если бы У него Допустим Я не знаю Почему Он Честно Он против Прогрессивных Стрейлов Человек Который Моет руки Перед приемом После пациентов Ты другой Думаешь То есть Джесси Вуд Тут ни при чем Да Если это Настоящий Могильщик Которого Присывали Так Слушай Ну Джесси Вуд Он хотел быть Могильщиком И у него Какие-то Темные планы Были Если видеть В ближайшей Рядом Карточке Что он Зарабатывает На жизнь Попрошайничеством То есть Могильщиком Он не стал И Какие-то Делали Присыпления Он хотел Стать Могильщиком Может Зарабатывать Да Кто-то Его Опередил И кто-то Опередил Я бы Нарвался На это место Зачем Непонятно Возможно У нас есть Господин Могильщик Время Пришло Да Но что Если Могильщик Исчез То что Мы это Две Светали Короче Не Джесси Вуд А кто-то Другой Здесь кто-то Другой Скринич Хорошо Окей Я бы сказал Джесси Вот Так Где сейчас Находится Новый Могильщик Он мертв Местоположение Известно Он мертв Находится На кладбище Жив И жив Находится В Торнадо Таоне Я бы сказал Что он жив И неизвестно Мне тоже Кажется Что он жив Потому Что Когда он Узнал Что Произошло На кладбище Могильщик Исчез Он разозрелся И ушел А что если он хотел Спрятаться Где-нибудь Да А Про закрытый Гроб Что было Какой закрытый Гроб Нет Закрытых Гробов Нет Были Парочка Невскопанных Могил Вообще Ну тогда Ну тогда Скорее всего Он жив И неизвестен Где Окей Давай Посмотрим В каком порядке Были оскоренены Могилы Так Ну я думаю В порядке Наверное Убывания В порядке Убывания Да Это имеет Отношение К делу Я бы сказал Что невозможно Определить Почему Нет Он явно Искал Явно Скорее всего Он знал Ну и Как ты Определишь В каком порядке Он их Выкопал Ну у нас Были еще Картинка Других Скопанных Крабов Да Но Как ты Определишь Порядок Может он Дурак Я предположу Что Дарлин Была Последней Это мое Предположение Потому что У нас Крисит Карточка Почему Ей не Быть Последней Это Это явно Имеет Отношение К делу Потому что Явно Он что-то Искал Когда он Нашел Он Это Прекратил Искать Было Явно Указано Что Старшая Из Джонсонов Я считаю Что Это Б Считаешь Что Она была Последней Да А Могила Хеллина Что Раньше Поварили У меня Нет Информации Могила Хеллина Я Не Видел Так Я Могила Хеллина Я Знаю Что Могила Хеллина Оскверненная Но Это Все Что Я Знаю На Могилах Хеллина Возможно Видишь Это Уолтер Джонсон Обращается На Могилах Хеллина Это Где бы Ему Мать Либо Прочее Вот Кто-то Из Недавних Поэтому Я Сказал Что Могила Даррен Была Последней Я Сказал Что Невозможно Определить Возможно Да Возможно Невозможно Ну Если за одну ночь Выкопают Две Три Могилы Вряд ли Кто-то Из вас Придет И Сразу Скажет Дело Не в том Какую Копали Какой Нашли То Что Искали Там Были Еще Могилы Но Они Остановились На Чем То Значит В нужной Могиле Они Что-то Нашли Значит Нужный Был Либо Хеллин Либо Удар Может Все Были Нужные Откуда Ты Знаешь Одно Кольцо Да Нет Было Одно Кольцо Чтобы Соединить К Одно Кольцо Было Легенде Может У других Тоже Что-то Было При Себе Только Не Кольцо А Не Знаю У кого-то Часы У кого-то Револьвер Просто Он Где-то Должен Был Взять Эту Инфу Ну Короче Если Ты Хочешь Именно К Кольцу Привязаться То Можешь Сказать Что Могила Тарлин Была Последняя Я считаю Да Зачем Кто-то Оскоренил Могилы Изъять Тела Из могилы Нет А Заскать Что-то Ценное Да Нет Это Мертвец Восстали Из могилы Чего Почему Были Оскорены Только Некоторые Могилы Ты Свою Альтернативную Идею Насматриваешь Это Неслучайные Не Из-за Расположения На кладбище То есть Вариант Из-за Фамилии На могильных Плитах Они все Были Джонсон Второй Вариант Из-за Годов На могильных Плитах То есть По Смерти Скорее Все Именно Из-за Фамилии Боевые Они Оба Хотя Нет Они все Были Джонсонами Поэтому Из-за Годов Б Да Я считаю Все Из-за Годов Стас Будет Рядом Ставить Те Цифры Те Буквы Правильные В своей Теории Чья Крыв Мастерская Могильщика Незнакомца Нового Могильщика Доктора Льюиса Или Никого Из Перечисленных Мне Кажется Это Нового Могильщика Окей Незнакомца Точно Ты Свою Теорию Объяснил В твою Теорию Это Вполне 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 Окей Может Быть Хотя Кто Знает Может Быть Мы Все Так Где-то Не докрутили И Все Так Джесси Вуд Ответил Но Нет Давай Больше Буквы Да Максимальная Б Мне Нравится Как ты Рисуешь Буквы Поэтому Давай Даль Положи Может Ты Нормально Буквы Рисовать Да Мешка В руписях Где Находится Кольцо Семи Джонсона Мы Считаем Что он Нашел И У Могильщика Да Просто У Могильщика Не У Нового Могильщика Просто Могильщик Указано Все Равно Да Пофиг Но Не Устар Уже Просто Видишь В чем Связано С С Оринами 12 лет Назад Пропало Кольцо 12 лет Назад Вместо Джонсонов Мэром Стал Орин Может На Кольцо Власти Я думаю Что Незнакомец Был преступником Он Был преступником Да Я тоже Так считаю Что-то Заказывал Окей Зачем Могильщик Хранил Часть Плаката В своей Мастерской Плакат Напоминает О чем-то Важном Я думаю Да В Раз Твои Идеи Я Понятия Не имею Возможно Это вообще Не имеет Доношения Где Так Потому что Накануне Пришла Почта Или Выбор Нет Почта Ну окей Если ты Чаешь Почта Ты только Не объяснил Почему Потому что Может Просто Это Витя То есть И письмо Пришло Буквально Почта Пришла 30-го Короче Была новость Что пришла Почта И 30-го Выяснили Что Почта Пришла 29-го Сколько Помните Что это Было Я пытался Аккуратно Перенести Но у меня Дрогнут Рука Так Бывает А это Типа Круговым Движением Ну да Куда Резкое движение Мышь Она собирается В одну Каладу Почта Прибыла 29-го И вот Пришло Письмо Соответственно Могильщику То есть Он Не получал Письма В течение Месяца И вот Он Получил Его Прям в конце В последний В последний День Месяца Я приеду В город За посылкой То есть 29-го Пришло Это И 30-го То есть Он Возможно Скорее всего 29-го Получил И на 30-го То есть Ему В ночь Считаем Он как раз И работал Возможно Что принято Давай Хотя Ну Я сомневаюсь Что это было Позже Жизнь и смерть И тоже Могильщик Конечно Почему Мне кажется Потому что Ну нет Он был Он был в сгорле С Могильщиком То есть Могильщик бы Получил Свою часть Да Видишь Чувак Это явно Он грабитель Может оказалось Что этот чувак Это вот этот На плакате Который разыскивается Ну да Хотя Это в записной Книжке Билла Биггинса Было Это было Также в салоне Где указано Что Полгода назад Погиб Да Но такая же Более свежая Фотография Если можешь сказать Фотографии В салоне Висело Знаете Верное Такое ощущение Что Биггинс Наш Неизвестный И новый Могильщик Они все связаны Между друг с другом Но Биггинс И наш неизвестный Связан И скорее всего Могильщик тоже Потому что Через два дня То есть Кто-то уже Видимо Скорее всего Биггинс Ему дал команду Почта Че не пишешь Почта Почта Окей Давайте посмотрим Что мы пропустили Может у Стаса Сможет Чуть больше Картинка Итак Новый доктор В городе Доктор Эндер Льюис Открыл Врачебный кабинет В Торнато Тауне Известный доктор Был вынужден Покинуть Блэк Рок Таун После обвинения В колдовстве Никаких существенных Доказаний Доказательства Не представлено Показания местного жителя Джонсоны сошли с ума 70-летний старик Участвует в выбор Он не может быть мэром Он уже одной ногой В могиле А прикинь Сейчас все Это просто Чтобы дискредитировать Мэра Показания местного жителя 28 сентября Мы привели Нашу кузину К доктору Льюису Она едва Дышала и ходила Но сегодня Ушла домой сама Это человек Либо святой Либо дьявол А с 20 сентября Прошло, извините, пару дней Доктору Льюису И два дыша И ходила дьявол Блядь Ну кто это подчеркивает Вот собственно Могила Хелен 12-й 74-й А там В общем 83-й Это 3-й Да Могила Элизабет Нетронутая 36-й 84-й 84-й Как бы Совсем Недалеко От нашего Года Я буду Могилу В одно В одно Место Складывать Показания Жителям Если вам Интересно То это Всего Заговор Сдискретировать Джонсонов Будет голосовать За Эрика Ну Такое Да Охотно Руки Зачем Зачем он Это Сделал Рамирос Останавливать У нас У нас Года Года Она Прожила Всего Лишь Так вот Почему Я могу Вскрыли Ну Украшения Не забрали Между прочим Хорошо Пас Чего Вообще Вскрыли Ну Может Вскрывали Блин Это Холк Знаешь Всегда А может Он Запутать Я хотел Следующего Попытался Подвыбранный Плакат Голосуйте За Эрика Джонсона Кому Он Захворяет Умрет Но Выберет В чем Проблема Да 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 и с таким Доктором Который руки Моет Перед осмотром Не заболеет И не умрет А если Заболеет То не умрет Так Кто-то спорил В мастерской Могильщика Черезинский Мон Куда-то хлопнул Дверь И ушел Ну Вот Этому Так и не Выясни Кто Мог Спорить Нет Вот Собственно Фотография В салоне Разыскивается Заграбление Банка Голден Ривер В Санта Фе Тут Мне кажется Похожая шляпа Сейчас мы Где-нибудь Найдем Фотку Джесси И у него Будет шляпа Такая Кабинет Шерифа Который я Сбросил Потому что Я не считаю Что здесь Что-то полезное Видите что-нибудь Интересное Интересное Вижу Полезное Для Дева Нет Ну как бы Птицы там Что-то окружат Что-то там Такое происходит Но единственное Что Птички Поют Слишком Ты такие Скалы Много В жизни Видел Я Нет Наруто Шучу Наруто Ну да Семья Джонсона Ведет историю Из древнего рода Склотившего Состояние Нарабовладения Так Мне нравится Какого у нас Уцарит Еще пятерочка Появится Он не появится Скорее Но Мало Пятерочка Не появится Он был Рональда Ну понятно Он Рональд Он мужик Он никому не интересен Он как бы О-О-О-Орен К тому же Он Уэрон Да Спасибо, что заметил Ну и местные жители Лошади пропали, а сегодня они где нет Собственно, на лошади ускакал Да, это моя первая карта Сказал, пропало вчера И в конце забыл про эту карту Ну, кто-то Я разбежал Это у кого-то руки были в крови Хорошо, а что мы имеем по могилам? Старого могильщика 83, 86 Я не очень понял Принцип вскрывания гробов Гроб явно лишний Так, люди у вас Чуть как-то не расстрелывали Почему у нас всего 3 могилы? 4 же вскрыто Почему 4? Здесь сказано 4 могилы Ну еще Халин было Пешеходы по лужам 2, 3 А, да Подожди, я говорю С чего вы взяли, что 4 могилы было скрыто? Чего вы говорили про 4 могилы? Я вижу на фотке только 3 Ну, а скрынена Халин еще могила Поэтому Халин тоже Так, вот Халин Окей Вот Халин Вот Джульет И вот Дарлин И все А кто говорил Существует 3 могилы? Ну, Халин была у тебя У меня была Джульет И просто Халин у меня не было Короче, 3 могилы выкопаны Так, давайте как-нибудь карту поредачим Что мы занимаем чуть меньше места Худобнее было искать Этот раз мы забыли Любовь, чем у нас Так, ну, я могу предположить, что Кто-то Убил Кого-то? Возможно Не кто-то, а Что-то? Джесси Вуд Убил могильщик Арамиреза Или как-то мы его звали И поэтому У него были окровавленные руки И это С ним Типа Джесси Вуд Могильщиком спорил Когда там Кого-то Услышал, что Спорили 3 дня назад И все такое Все возможно Теперь давайте узнаем А, как-то Могильщик слишком Уделяется Какая? Ну, смотри Вот эти вот лежат Здесь какие-то уже Камешки лежат И прочее Ну, там Они просто в гробнике попались Ничего страшного Окей Единственное, что я могу заметить Что Тут уже гроб Привычной формы И с крестом на могиле На надгробе Поэтому это Более богато Украшено Она похоронена В белом А не в черном Хотя, возможно Она в белом похоронена Потому что Ну, 64-й год Потому что Не знаю 23 года Поигу Ну, заменьше Они все умерли Как бы Все Джонсоны В 86-й В 87-й В 74-й В 84-й В 89-й В 89-й Рональд Он не совсем Как бы Довольно близко Поумирали Давайте Если мы узнаем Давайте Неизвестный преступник Ограбил банк Голден Ривер В Санта-Фе В 86-м году Шериф Со своими людьми Гнался за ним По пятам И, чтобы не попасть Им на месте преступления С награбленным Преступник заключил Сделку с Биллом Биггинсом Могильщиком Торнадо Таона Они спрятали Добычу в могиле Которую Билл Тогда копал И договорились Что выкупают ее Когда шериф Санта-Фе Прекратит Так настойчиво Искать преступника Ой Так вот Как оно пересеклось Ну До того времени Пока шумиха утихла Билл Биггинс умер Упав с лошади И его место Занял новый могильщик Он не знал Зачем его предшественник Хранил в мастерской Плакат «Разыскивается» Однако После того Как получилось Загадочное письмо Он сообразил Что к чему И понял Что в одной из могил Женской половины Семьи Джонсонов Должно быть спрятано Что-то ценное Но Почта пришла С ужасным запозданием И у могильщика Оставалась одна ночь Чтобы найти деньги Он в терапиях Раскапывал одну могилу За другой И не остановился Пока не нашел То, что искал В процессе Он стер руки в кровь Поэтому на дверной ручке Диалог в правилах И на руке Кайдкой лопатой Остались кровавые следы Затем он украл лошадь И скрылся Из страны до тауна До того Как преступник Приехал в город Помимо преступника О том, что в могиле Дарлин Джонсон Спрятал настоящий клад Сознала только Люсиба и Биггинс Отец говорил ей Что в случае Его смерти Самая старшая Из семьи Джонсонов Поможет ей Биггинс имел в виду Дарлин Джонсон Которая умерла В возрасте Восьмидесяти трех лет И в чьей могиле Он спрятал добычу Грабителя из Санта-Фе То есть годы Действительно имели Короче, мы вроде Все угадали Ну, кроме там По-моему Порядка Кроме Беспорядка Да Каких-то мелочей Не, почему Порядок-то По-моему Вполне Не, ну Там знаешь То есть Порядок Было определить Невозможно Или, ну Ладно, посмотрим Что у нас там Погнали Г, В, Б, Б Пятое Б Вот, пятое нет Б Так, седьмое нет А В, Б Плюс-плюс Дай смотреть Где мы облажались Так, седьмое Пятое Седьмое Где находится Кольцо Семи Джонсонов Видимо Неизвестно Все-таки Ну, то есть У могильщика Это не это Да, магильщики У меня с виду Вновь Так И пятое Б Так В каком порядке Почему Именно эти Могилы были Вы выбрали Из-за дат А я сказал Потому что Фамилия Из-за фамилии Да Ну что, ну не у всех У Джонсона вскрывали Потому что я думаю Что он догадается Как бы старше Или он Он не знал Да Его же не передали Окей Ему В записке У него было написано Я приеду в город За посылкой Одной из Джонсонов Одной из Джонсонов Окей Всех Женщин Джонсонов Да-да Это имеет смысл Так У нас 16 баллов Сколько лишних Ну уже пятерочка есть Че 5 5 То есть Что не хватает Для шикарного стрита 5 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 Ну хорошо 6 13 Ай 14 14 15 14 15 18 Есть 23 23 24 27 28 28 Ну В принципе Да Эти карты вообще Бесполезны Но мы их используем И 31 11 Ну че Поздравляем Мы уже Доктор Ватсом Да Да Мы Доктор Ватс Не плохо Прогресс Прогресс Все-таки Прогресс Мы смотрите Мы уже Научились Более-менее Складывать Линию Ну да Майкрофт Холмс Доктор Ватсон Мы за эти 13 дел Практически Научились Складывать Историю Из Из Вторичных Этих Из косвенных Улик Вот да Только одни косвенные улики Это меня немножко смощает Все еще Но было интересно Скажу Я не жалею Что мы попробовали Это нормально Что косвенные улики В посредних трех делах Потому что Камон Это дикий запад Он реально дикий Ну да Ну тут Ладно Тут можно простить Это дело Но в предыдущих Девяти Стумируется Современность была Там да Бред какой-то был Что мы сократились Практически Три тысячи рублей Потому что Каждое подобное дело В магазине Стоит Двести пятьдесят рублей А формально Это тридцать семь карт Которые Ты один раз Рассыграли Каждое дело Не стоит Своей цены Ну там Предполагаешь Ты один раз купил А потом друзьям отдал Друзья сыграли Дали своим друзьям Все могилы Имели отношение К делу выкопанные А вы их сбрасывали Эх Имели отношение Ну мы ж не знали Видишь Они много Дают такой вот Похожей информации С которой только одно Имеет отношение Другие нет Так вот было Например с ядами В одном из первых дел Да и не только в первых С вирусами В там В каком-то еще То есть они любят Давать подобную информацию Да Мы запомнили Хелен было По-моему у тебя Миш У меня не было Хелен Хелен Под конец Под самой пришла Я по-моему так и сказал Магила Хелен У меня пришла 12 лет назад Дамы Совпадение Совпадение Очень сильно Подозрительное Совпадение Можно я здесь Клюк плюсик Поставлю Коричневый Где? Ну то что он Емко 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 Ну что ж Спасибо за игру Время уже позднее Так Завтра у кого Какие планы? Планы Варк поиграть А вместе Если что-нибудь На столе Можем вместе Варк поиграть Нет Вместе Поиграть не можем У меня нет Арка Значит ты Что ты его В этом В Epic Games Не брал Не брал Вот надо его Скачивать Устанавливать Нет Мне арк Не так Интересен Что за арк Арк Сурвайвл Волфт В Гул Скинусь Ссылку